мне не давали денег мне сказали дава пожалуйста ну сними как есть умоляю тебя мы были виноваты мы поступили неправильно та злая шутка с деньгами была не очень веселая я сказал ребят ну ладно но не обижайтесь и поэтому у нас сегодня на обзоре табак ветч тот самый мистер хайзенберг давайте же собственно разберемся что это такое ну для начала это очень похоже на dark side как бы dark side но внутри нас ждет вот такая вот пачка желтая с мистером хайзенбергом с отрывающимся названием и собственно как похоже так вот здесь только если открывается то здесь открывается вот так вот так вот я сейчас курю данный момент чоку айс и брали он то есть барбариску и она нормально дымит давайте же разбирать все остальные его качества а делается он в россии под названием в внутри у нас вот такой вот пакет а вот таким вот табаком табак черный очень мелко нарезанный без веток без мусора и так далее под вакуумом он похож на кашу но когда ты его раскрываешь и перекладываешь в контейнер там совсем другая история он такой не совсем липкий не сильно марает руки и как бы ну ведет себя в контейнере очень хорошо а у крепкости если отталкиваться от этого да это не то что вы подумали он очень легкий он легче среднего а если по московским меркам брать то это 56 пятерка стабильная пятерка но при этом он реально насыщенный как бы весь этот хайп прошел и все и так уже знают про этот табак это был просто лютым вирус ником с одной стороны они сделали так что по ихнем табаке говорили все блогеры и об ихнем табаке говорили все люди это очень круто так вот по вкусам очень интересные вкусы я сейчас все открою и все перекурил смотрите у меня есть вот сейчас руках у меня water melon ice то есть холодный арбуз арбуз здесь реально крутой реально интересный и холодочек который в нем есть он не слишком яркий не бьет тебе просто по горлу дико также а барбарис название конечно здесь ну блять их не маркетолог да кто это все придумывает название конечно же глуповато я вам так скажу бар бариллум бар бариллум что блять а это барбарис кстати барбарис как он хуёво не звучал в данном названии барбариллум но курица реально барбарисова очень интересно а ураниум тоже очень интересный вкус я забыл что это за вкус но тоже реально крутой вкус а драконь и фрукта мне вот честно не очень понравился так себе вкус далее идем ко второй пачке на самом деле у меня было три коробки просто полностью набиты этим табаком хотя когда производитель все таки играть давно сними ну пожалуйста просто как есть я сказал привезите мне три топовых вкуса мне хватит а в итоге мне привезли три коробки табака и собственно это все у меня здесь дома стоит а собственно чок айс который я курю очень крутой шоколад а прям как будто нахло чок у мин прям супер а но не крепко но не крепко а супер фрозен то есть это супер нова но гораздо дешевле чем дарксайд намного на дешевле чем дарксайд яблони яблони яблоко очень интересный кстати очень вкусная очень похоже на бахрейн яблоко бахрейновское яблоко ананас пинэпл странно почему здесь они не сделали пинэплариум какой-нибудь да пинэпл ананаса мне не очень понравился тоже он такой ноткой все-таки ананас максимально химозный вкус во всех грубо говоря табаках а вот нациум нац то есть орешки у них получились наверное самые идеальные потому что во первых это нац который не крепкий и во-вторых это нац который прям именно нац нац также что у нас за ну все в принципе здесь еще остались пора вкусов да поэтому очень очень крутой табак в плане того что обычный табак именно просто обычный табак а он не крепкий он там не орет что он круче всех ребята просто делают на самом деле я очень долго не снимал на него обзор он у меня примерно лежит дома уже полтора месяца я все никак не решался и думал блин снимать не снимать снимать не снимать а что об этом подумают продался не продался хотя я в принципе не продажный в этом плане и все кто со мной работает и присылает мне продукцию на обзор они об этом в курсе том что я пишу что буду говорить как есть и я сейчас говорю что он хороший и я боюсь этого говорить понимать я реально этого боюсь хотя на самом деле он реально хороший это не нужно в нем искать чего-то как в других табаках просто нужно курить так как есть и он реально будет интересно он дымный а единственный его минус это его жаростойкость он слишком жаростойкий для такой крепкости и вот тут я готов пожаловаться на этот табак в том что он очень долго разогревается а пока я сейчас на разогревал на 3 25 углях они у меня стлели до двадцать вторых и потом лишь только табак начал нормально полноценно курится то есть одной стороны это хорошо том что он жаростойкий и может выдерживать 4 угля с другой стороны в работе это не совсем удобно потому что нужно очень долго его грек а если на калауде то это вообще еще дольше но чтобы он занял позицию легких табаков с хорошей ароматикой вашей кальянной он полностью подходит поэтому не ругайтесь на меня в том что я сейчас сказал что это хороший табак но он реально хороший у них будет стенд на кальянном пикнике 5 августа подойдите попробуйте и вы поймете о чем я говорил в том что это ну нормальный табак и он того собственно стоит и своих денег он в принципе тоже стоит поэтому не надо на меня гнать не пишите в комментариях что я продался просто придите и попробуйте либо ко мне в кальянную фхл либо на выставке на пикнике поэтому это дава дым это коротенький выпуск и это табак ведж здравствует мистер хайзенберг табак ведж здравствует мистер хайзенберг